Чуть меньше двух месяцев назад к нам в редакцию обратилась Татьяна Цуканова, бабушка-ребенка-инвалида Даниила Джан-Джулии. Она рассказала, что между спортивной площадкой и 16-м домом местная управляющая компания «Зао-совхоз» имени Ленина Плюс демонтировала пешеходные дорожки. Просто шла с работы и обалдела. Все снимается, все убирается. Здесь стоял эскаватор, вот там уже. Счищал асфальт. Потом уже здесь, вот на второй день. И вот здесь тоже трактор проходил с ковшом и рассыпал вот этот гравий. Такой поворот событий жителей не устроил, и они обратились в управляющую компанию с просьбой восстановить дорожки. Ответ, мягко говоря, всех удивил. Собственником территории вокруг спортивной площадки у многоквартирного дома номер 16 является администрация Ленинского городского округа. В связи с чем управляющая компания не может производить работы по благоустройству указанной территории. Тот самый случай, когда ломать не строят, еще и на чужой земле. В ситуацию вмешалось руководство территориального отдела «Картинский» и депутаты округа. И совсем скоро рядом с площадкой появилась строительная техника. Обратились к муниципалитет, и сейчас мы уже видим результаты этого обращения. У жителей дома номер 16 появляется безопасный проход на спортивную площадку, напротив подъезда. Она выполнена из брусчатки, и все оказалось достаточно просто. Всего два дня понадобилось рабочим муниципальной компании «Дорсервис», чтобы ребенок-инвалид Даниил Джан-Джулия мог быстро и комфортно попадать на спортплощадку. А местные жители, вдохновленные помощью муниципальных властей, уже ждут продолжения. Потому что здесь была дорожка, ходили здесь. А сейчас они ходят пообсюду. Куда, ну, излите. И что-то затапкивают. Видите, что все равно будут ходить. Я вам серьезно говорю. Пока здесь не сделают дорогу, все равно будут люди ходить. Эти 10 метров никто не будет обходить. Ваше мнение, второй дорожки тоже будет? Конечно. В очередной раз муниципальным властям приходится нивелировать действия совхозных структур, подконтрольных Павлу Грудинину. Интересно, какие еще сюрпризы приготовлены для жителей поселка. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова